Тема подготовки к отпуску проходит также лейтмотивом в нашем сегодняшнем выпуске. Если вы не желаете прятаться за камыши, желая прикрыть свою фигуру, вам показана процедура Криолиполис. Подробнее о ней расскажут специалисты клиники Ренаштери. Вы в первый раз будете выполнять процедуру Криолиполиса, поэтому я немножко расскажу, как проходит эта процедура. Вы при наложении манипулы на проблемные зоны, в данном случае мы будем работать на зоне живота, вы почувствуете всасывание. За счет вакуумного всасывания складка живота поднимется наверх и будет происходить охлаждение тканей. То есть во время процедуры у вас будет измеряться ваш пульс, я буду наблюдать за тем, в каком настроении вы находитесь. Криолиполис – это сравнительно новая процедура, которая получила огромную популярность на сегодняшний день. Процедура Криолиполиса заключается в том, что происходит охлаждение жировой ткани. По сути, после охлаждения жировой клеточки, боясь очень сильно холода, начинает расщепляться. И организм естественным путем начинает выводить абсолютно все жировые клетки, которые погибли во время этой процедуры. Эта процедура очень эффективна и очень нравится пациентам на сегодняшний день, так как она является неинвазивной. Абсолютно никаких проколов ткани не происходит. При наложении манипулы на тело происходит всасывание и охлаждение определенной ткани. Значит, в зависимости от того, где находится проблемная зона у пациента, мы производим наложение манипулы различной формы либо размера на различные участки тела. Чаще всего пользуются успехом и спросом зона живота, бедер, тяжелые ручки. Особым спросом процедура пользуется на сегодняшний день именно сейчас, так как наступает летний сезон, пора отпусков, и люди отправляются отдыхать. Очень часто девочки приходят откорректировать фигуру заранее перед тем, чтобы идеальным выглядеть на пляже. Но надо сказать, что не только девочки пользуются данной процедурой, а также мужчины могут воспользоваться ею. Потому что эта процедура не имеет специфики для выполнения либо на женское, либо на мужское тело. Данная процедура производится один раз в месяц. Спустя месяц можно ее повторить, в зависимости от того, насколько была проблемная зона обширна. Эта процедура выполняется разово, один раз в месяц, только потому, что идет расщепление ткани, и вывод отмертывших клеток производится печенью, почками, и вся выделительная система участвует в этом. И поэтому необходим определенный временной промежуток для выведения абсолютно всех разложившихся клеточек. Противопоказаниями к проведению данной процедуры являются беременность, лактация, естественно, если есть какие-то кожные повреждения, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, и если есть хронические заболевания именно органов, которые участвуют в выведении клеток. Побочные эффекты после процедуры практически их не существует. Если сосудистая стеночка слабая, то возможно возникновение гематом, легких синяков на теле.